Ежегодно в середине ноября отмечается Европейский день ответственного отношения к антибиотикам. Из-за бесконтрольного потребления этих препаратов даже самая простая операция, где необходимо применение антимикробных средств, может стать для пациента последней. Специалисты Мурманской областной больницы рассказали, почему нельзя лечиться антибиотиками без назначения врача. Глобальная угроза здоровью всего населения нашей планеты возникла в последние годы из-за легкомысленного использования людьми антибиотиков. По данным исследований, больше 97% россиян принимают антибактериальные препараты без назначения врача. Сейчас мы находимся в той временной точке, когда появление новых антибиотиков резко затормозилось, а развитие устойчивости к имеющимся антибиотикам разрастает с каждым годом. В Мурманской областной больнице есть специальная микробиологическая лаборатория, которая проводит исследования для подбора антибиотика на 100% подходящего для лечения той или иной инфекции. В погоне за высокой прибылью многие компании рекламируют свои продукты, выдавая их за препараты с широким спектром действия. Но врачи не советуют слепо верить рекламе. Необходимо знать, какой именно микроб является виновником заболевания, чтобы воздействовать именно на него. Стофилококки, энтерококки, неферментирующие грамма отрицательной бактерии, стрептококки, гемофилы. Важно знать о том, что бесполезно и даже опасно применять антибиотики при воспалительных процессах, кашле или если болит живот. Надо помнить, что антибиотик не является жаропонижающим средством, не является неэффективен против вирусов. Он может назначаться лечащим врачом, учитывая клинику, течение заболевания и данная антибиотикограмма. Специалисты предупреждают, бездумное применение антибиотиков может привести к возвращению эпидемии опаснейших заболеваний. В первую очередь это туберкулез. Туберкулез, именно мысли люди сформировали резистентность, и теперь все человечество во всем мире столкнулось с проблемой, что такой микроб, как микобактерия туберкулеза, лечить бывает что и нечем. Стоит помнить, что ни в коем случае нельзя лечиться антибиотиками самостоятельно, доверяя лишь фармацевту из аптеки или сомнительной информации из интернета.